МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Смертность снизилась в три раза, что изменилось в эпидемиологической обстановке. Проезда нет. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Карнавал для Золушки детский театр Моды Русь стал призером всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Если 20% класса заболевает, его переводят на 7-дневный карантин. При отсутствии 20% всех учащихся на карантин закрывают школу. Эти меры достаточны, и отправлять все учебные заведения на изоляцию в Сарове не планируют. О том, как проходит пятая волна коронавируса в нашем городе, рассказала главный санитарный врач Ирина Игнатьева. Прогноз вирусологов о том, что COVID-19 постепенно будет переходить в острое респираторное заболевание и носить сезонный характер, сбывается. Несмотря на значительный рост заболевших, инфекцию переносят легче. Смертность от коронавируса в Сарове снизилась в три раза. С начала года скончалось 24 человека. Средний возраст умерших – 70 лет. В остальных случаях у пациентов присутствовали сопутствующие патологии – гипертония, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и энцефалопатия. Причем у большинства умерших не одно из этих сопутствующих заболеваний, а именно комплекс. То есть несколько из этих заболеваний. Ну плюс еще вот у лиц более молодого возраста у них еще встречалась патология такая, как онкология. Плюс к тем, которые я назвала, и различные нарушения, различные заболевания сердца. Возревной характер заболеваний, как у нас, так и в других регионах, обусловлен прежде всего тем, что инкубационный период вируса стал короче. Человек разносит инфекцию и может заражать окружающих за день или два до появления первых симптомов. По истечении семи дней больной COVID-19 не может никого заразить. В новых условиях распространения инфекции основным и самым действенным способом защиты остается вакцинация. По-прежнему она остается во главе угла. По-прежнему мы считаем, что наше спасение в том сейчас, чтобы вакцинироваться каждые полгода. И с конца уже даже 2021 года внесены изменения в наш национальный календарь прививок, куда внесены прививки для подростков с 12 лет. Вакцинация будет проходить добровольно. В ближайшее время в детскую поликлинику поступят первые 100 доз вакцины «Спутник М». По предварительному опросу именно столько юных саровчан на сегодняшний день хотят привиться. В разгар пятой волны коронавируса уровень вакцинации и ревакцинации среди взрослого населения снизился, поскольку количество зараженных или недавно переболевших существенно возросло, рассказала Ирина Игнатьева. Ну и сейчас вот анонсировано у нас приказ Минздрава Российской Федерации о том, что с 21 февраля будут оформляться QR-коды не только по факту имеющейся прививки и не только по факту перенесенного заболевания, но и по факту имеющегося анализа на антитела. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет, достаточно их наличия. Получить QR-код по результатам теста на антитела можно будет с 21 февраля. Однако пока остается неясным, кто именно и на какой основе будет брать анализы, добавила главный санитарный врач. В новой эпидемической обстановке понятие «контактные лица» теряет свою актуальность. В частности, карантин для них теперь не предусмотрен. Сейчас, понимая, что заболевание передается в гораздо более ранние и в гораздо более быстрые периоды времени, вывод контактных вот этих лиц на карантин уже теряет свой смысл. Теряет. Поэтому никаких контактных лиц у нас, начиная вот с 7 февраля, нет. Пока на изоляции 849 человек. Это те, кому карантин был установлен еще до 6 февраля. Мусоровоз застрял в проезде между домами 18 и 20 по улице Ушакова и машина скорой помощи не смогла подъехать к дому. Основную проблему жители этого района ведет в узком одностороннем движении и плохой уборке снега. С этими вопросами они обратились в рубрику «Городской дозор». Территория домов Ушакова 18 и 20 отрезана от основного автомобильного движения. Сюда ведет всего один въезд с улицы Держинского. Поэтому порой две машины не могут разъехаться на узкой дороге. Ситуацию усугубляют сугробы и наледи. Как полагают жители района, именно из-за этого здесь не раз застревал мусоровоз и отрезал путь не только для пешеходов, но и для машин скорой помощи. То есть мы не могли ни пройти, ни проехать. Из-за того, что все это было нечищено и очень узко. И, в общем-то, это очень часто. Приехала скорая помощь. Она не могла подъехать к дому 20. И ей пришлось этой скорой помощи, в общем-то, медикам бежать туда пешком. То есть проблема эта, она давно уже встала. Мы не раз обозначались с этой проблемой. Рядом с домами находится Центр поддержки предпринимательства. Поэтому случается, что гости центра заставляют машинами и без того узкий дворик. Неудобства многим водителям доставляет и выпирающий угол вдоль дороги около здания центра, который еще больше сужает проезд и нередко повреждает автомобили. Приглашали господина Косенкова, приглашали человека из администрации. Приходил депутат. Мы пытались как-то это решить. Но нам, в общем-то, как бы, говорят, это невозможно, это невозможность. То освещения нет, то еще чего-то нет. Депутат округа Иван Ситников на собрании с жителями выслушал все проблемы и обозначил, что на разрешение некоторых вопросов требуется время. Но претензию насчет организации дополнительной дороги для района удовлетворить невозможно, так как это противоречит правилам дорожного движения. Я уже направил два письма в соответствующие инстанции по решению части проблем. И они решатся, но в теплое время года. Часть других проблем мы решили на месте, организационным путем. И спасибо большое Евгению Викторовне Калачевой, которая пошла на встречу жильцам. Теперь ее клиенты, участники семинаров, предприниматели будут ставить машины во дворе. Проблема отчасти снята. Иван Ситников также заметил, что есть и жители, которые против сквозного проезда через двор улицы Ушакова, 18 и 20. А вопрос ремонта выпирающего угла у Центра поддержки предпринимательства взяли на рассмотрение и проверку. Почта России упростила процедуру подачи и отслеживания обращений в поддержку. Теперь все запросы и полученные ответы доступны на сайте почта.рум, сообщили в пресс-службе компании. Клиенты будут знать, когда получат ответ по своему обращению. Что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. В ближайшее время сервис также появится в мобильном приложении почты, говорится в сообщении. Другая важная информация в подборке коротких новостей. За первую неделю февраля, благодаря информации, которую нижегородцы передали на телефон 112, выявлено 7 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Всего за этот период операторы службы 112 передали в ГИБДД 26 сообщений от нижегородцев о подозрении, что водитель транспортного средства пьян. Все эти сообщения были оперативно проверены экипажами ДПС. В Сарове на минувшей неделе поймали 9 нетрезвых водителей. Информацию о пьяном за рулем с указанием времени, место обнаружения автомобилиста за рулем и госномера машины принимают на телефон 112. Данные будут оперативно переданы ГИБДД. Водителя проверит ближайший экипаж ДПС. Саровчане смогут присоединиться к всероссийской онлайн-акции «Урок цифры» 21 февраля. Специалисты Центра координации проектов цифровой экономики проведут открытый урок по теме цифровое искусство, музыка и IT. Информация о проведении урока цифры будет размещена на странице регионального Министерства информационных технологий и связи в социальной сети vk.com public 16 904 62 23. Время выхода в эфир будет обозначено дополнительно в профиле сообщества. Руководители организации и индивидуальные предприниматели Нижегородской области могут получить ключ электронной подписи без предварительной записи в региональном управлении Федеральной налоговой службы, отделение которой сейчас закрыто для личных посещений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, с 31 января налоговая инспекция Нижегородской области осуществляет прием граждан, которые воспользовались сервисом онлайн-запись на прием в инспекцию. При этом налогоплательщики, которым необходим ключ электронной подписи, могут получить данную услугу при непосредственном обращении в налоговой инспекции. Услуга по выдаче КЭП оказывается бесплатно в 13 точках выдачи. ФНС Сарова в этот список включен. Детский театр моды «Русь» принял участие в 13-м всероссийском конкурсе детских театров моды и студии костюма «Карнавал для Золушки» в Нижнем Новгороде. Участницы представили на суд-жюри две коллекции одежды – пост охраны флоры и фауны и азбуки «Веди». Обе коллекции заняли призовые места. Браслеты и буквы на одежде девочки вышивали бисером, пайетками и бусинами вручную. А одна из участниц театра моды «Русь» придумала собственный костюм, начиная от фасона и заканчивая деталями образа. Коллекция «Азбуки Веди» с элементами древнерусской письменности заняла третье место на всероссийском конкурсе детских театров моды и студии костюма «Карнавал для Золушки». А вторая наша коллекция была пост охраны флоры и фауны. Это такой африканский экзотический озорной стиль. Эта коллекция тоже заняла у нас третье место. Сначала прорисовываются многочисленные эскизы на заданную тему. Тему обычно объявляют в начале года. Опять же, национальный конкурс «Золотая игла» не дают тему работы на год. Всероссийский конкурс «Карнавал для Золушки» прошел в Нижнем Новгороде под эгидой Вячеслава Зайцева. Мероприятие такого уровня стало первым для нового состава коллектива театра моды. Совместными усилиями дети и педагоги создали и запоминающиеся яркие костюмы и интересную хореографию. Работа над коллекцией всегда требует творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Поэтому часто в коллекции появляются необычные детали и аксессуары – главные уборы, украшения и принты. Коллекция – это очень красиво. Мы с ней ездили несколько раз на конкурсы, выигрывали второе и третье место. Коллекция буквы «С». Смысл в том, что мы в танце как-то переплетаемся, и мне эта коллекция очень нравится. Мне понравилось делать шляпу, потому что это самый интересный момент, когда делать именно шляпу, манжеты и букву. Ну, я очень люблю шить, и мне нравится экспериментировать. Впереди коллективу театра моды «Русь» предстоит еще одна важная работа. В марте их ждет конкурс «Золотая игла в Москве». Тема – «Великие кутюрье мира». На мероприятие театр готовит две новые коллекции. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 13 февраля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей и прополисный мед улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Донниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на «Медовой феерии» вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления сил. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 13 февраля с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти? Доставим вам домой. Телефон 8-927-064-1390. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин